Сирийские власти направили войска к границе с Турцией. Они заключили соглашение с курдами на севере страны, чтобы помочь остановить наступление Турции. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА. Предположительно, новая коалиция хочет также освободить города, уже захваченные турками. Между тем, на стороне Турции воюет оппозиционная свободная сирийская армия. Недавно она сообщила о том, что при поддержке турецкой армии освободила город Эт-Тель-Эль-Абьят. Он был одной из главных целей Турции, которая 9 октября объявила о начале операции «Источник мира». «Мы освободили Эт-Тель-Эль-Абьят полностью. Слава Богу, наши бойцы в безопасности. Спасибо за помощь нашим турецким братьям». Как говорит президент Турции Тейпер Даган, он хочет выбить курдов из приграничной зоны на севере Сирии шириной около 30-35 километров и создать там буферную зону. Туда он планирует переселить сотни тысяч сирийских беженцев, которые остаются в Турции. С другой стороны, в результате боёв уже около 130 тысяч человек были вынуждены бежать из своих домов. Об этом сообщает ООН. Большинство жили в районе Эт-Тель-Эль-Абьята, а также города Рас-Эляйн. Там же в Рас-Эляйне был совершён авиаудар по конвою, в котором были курдские боевики, гражданские лица и журналисты. Об этом сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека. По его данным, погибло не менее 14 человек, было ранено около 10. Конвой следовал из города Эль-Камашлы, чтобы помочь сдержать наступление Турции. Напомним, ЕС призывает Эрдогана остановить военную операцию, а президент США Дональд Трамп ранее сказал, что если Анкара поведёт себя с курдами негуманно, то её ждут экономические санкции.